Доброе утро! Это новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Украина получит жесткую поддержку от Европейского Союза на сегодняшнем заседании Европейского Совета. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в телефонной беседе с президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства сообщил о дальнейшем поступлении на территорию восточных областей Украины боевиков и оружия со стороны России. А также заверил, что является сторонником мирного урегулирования ситуации. Петр Порошенко отметил, Украина предприняла две попытки провести заседание трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. В ходе беседы политики обсудили шаги, необходимые для ускорения деятельности миссии ОБСЕ на границе для внедрения действенного мониторинга ее состояния. Введение Евросоюзом новых санкций против России станет тест-проверкой на доверие к нему. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Мне кажется, что санкции, которые может инициировать Евросоюз, станут ответом на беспрецедентные события, происходящие в Восточной Украине. Использование тяжелой техники, сотни жертв и пересечения государственной границы. Этот вопрос станет тестом на доверие к Европейскому Союзу. Тем временем Евросоюз получил доказательства поддержки боевиков России. Задокументированные факты в Европарламент передал представитель Украины приезд Константин Елисеев. Украина собрала достаточно свидетельств того, что Москва спонсирует и вооружает сепаратистов на Донбассе. Парламентарии должны изучить их. И уже сегодня лидеры стран Евросоюза оценят обстановку в нашей стране и примут решения касательно новых санкций против России. Как ожидается, они затронут различные сектора российской экономики. США настроены решительно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Вашингтон будет действовать настойчиво для формирования солидарной позиции с Евросоюзом, отметил вице-президент США Джозеф Байден во время телефонных переговоров с Петром Порошенко. Президент Украины подчеркнул, Киев получил понимание и поддержку предпринимаемых шагов от лидеров более чем 10 стран. Это стало результатом проведенных за последнее время переговоров. В Украине рождается новая армия и новая страна. Украина борется за демократию, солидарность и свободу. Именно сегодня, когда страна обновляется, поддержка надежных друзей является для Украины настоящей ценностью, заявил Петр Порошенко. Афины поддерживают позицию США по введению новых санкций против России. Об этом сообщил премьер-министр Греции Антони Самарас и вице-президенту США Джо Байдену. Ранее западные СМИ сообщали, что Белый дом готов в одностороннем порядке ввести новые санкции в отношении России, если сегодня лидеры ЕС в Брюсселе воздержатся от нового пакета ограничительных мер против Москвы. Как ожидается, они будут направлены против целых секторов российской экономики. Контактная группа ОБСЕ по решению кризиса в Украине заявила о срыве видеоконференции с сепаратистами. Это свидетельствует о нежелании сепаратистов участвовать в реальных переговорах о согласованном прекращении огня, говорится в заявлении. Ранее ОБСЕ пообещала увеличить число наблюдателей в зоне вооруженного конфликта на востоке страны, а также начать проводить мониторинг российско-украинской границы с помощью беспилотников. Европейский Союз требует от России незамедлительно повлиять на незаконно вооруженные группировки в Восточной Украине. Сепаратисты должны прекратить военные действия и сложить оружие. С таким заявлением выступил комиссар по вопросам расширения европейской политики соседства Штефан Фюлле. Европейские дипломаты требуют от боевиков прекратить огонь и начать выполнять мирный план президента Украины Петра Порошенко. Ситуация на востоке страны остается напряженной. Человеческие жертвы возрастают с каждым днем. Украина скорбит и ищет все возможные решения для урегулирования конфликта. Но что нужно сделать, чтобы в Украину вернулся мир? Точный ответ на этот вопрос никто не знает. Специалисты выделяют три основных направления, которые должны работать на победу. Экономические санкции, информационная политика и военные действия. Подробности смотрите в нашем сюжете. Для Украины сейчас самое главное выиграть не войну, а мир. Донецкий регион существенно разрушен, есть жертвы среди мирного населения. А сторона-агрессор все еще отрицает свое причастие к кровавым событиям в Украине. Эксперты уверены, мы должны в первую очередь воевать не за территорию, а за своих граждан. Нет тыла и фронта. И эта война идет по людям. А там, где война и люди, значит, тут жертвы. Причем не среди военных или тех, кто с оружием, а тех, кто мы называем мирными гражданами. И мы видим, что гибнут не только военные, гибнут и люди. Причем нелинейная война еще такая, что перемирие есть, а гибнут дальше люди. Поэтому непонятно, а стоит ли дальше продолжать перемирие, искать какие-то пути переговоров, дипломатические методы. Точно ответить на вопрос, что сделать, чтобы это прекратилось, никто не может. Специалисты выделяют три основных направления, которые должны работать на победу. Экономические санкции, информационная политика и военные действия. Украина может и должна использовать самые различные инструменты, чтобы отстоять свою территорию и мирное будущее своих граждан. С российской техникой наши войска работают абсолютно правильно. Прямо на входе надо их уничтожать. Если наши иностранные коллеги могут помочь с космической техникой, хорошо. Наводить туда и просто все уничтожать. Мы видим, что заезжает все больше и больше. Также эксперты отмечают, не нужно забывать о восстановлении всей инфраструктуры Восточного региона. По прогнозам, для этого потребуется минимум 80 миллиардов долларов. Произошло физическое разрушение объектов. Мы должны понимать, что те предприятия Донецкой и Луганской областей, которые сейчас потеряли из-за остановки производства, потеряли рынки в мире. Они потеряли эти доли на рынках. И эти ниши уже заняли. Они их потеряли за считанные месяцы. А отвоевать эти доли рынков где-нибудь или в Российской Федерации, или в Азии, или в Африке, или в Европе, на это уйдут годы. Эксперты уверены, если в государстве заработает программа выгодного кредитования, сами бизнесмены будут заниматься восстановлением Донбасса. Причем это не обязательно могут быть деньги. Это могут быть и строительные материалы. Зелена Деркач, Андрей Яковенко, БТБ Законопроект о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС уже передан для вывода в Минюст. Вердикт ведомства можно ожидать уже в ближайшие дни. После этого с документами ознакомится президент Украины Петр Порошенко и рассмотрит парламент. Разработанный МИД Украины законопроект был без замечаний согласован всеми министерствами и ведомствами. И 11 июля мы передали его в Министерство юстиции для подготовки правового вывода. После получения выводов пакет документов будет передан президенту Петру Порошенко для его внесения в Верховную Раду Украины. Верховная Рада Украины. Европейский суд по правам человека рассмотрит дело украинской летчицы Надежды Савченко. Заявление принято в качестве приоритетного, сообщает представитель ее интересов, юрист Валентина Теличенко. На своей странице в соцсети юрист опубликовала копию письма из секретариата Страсбургского суда. Суд обратился к правительству России с просьбой в течение недели до 22 июля предоставить необходимую информацию. Речь идет о том, как попала Надежда Савченко в российский следственный изолятор, на каких основаниях и почему до сих пор не была предоставлена возможность встретиться с консулом Украины. Также суд обязал правительство России проинформировать об условиях содержания украинской летчицы. Ну а далее на БТБ-анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. На заседании Кабинета министров рассмотрят проект изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Представители Минобороны расскажут о медицинском обеспечении наших солдат и вместе с журналистами посетят раненых в главном ведомственном госпитале. В Брюсселе продолжается двухдневный саммит Евросоюза. На повестке дня вопрос о ведении третьего раунда санкций против России. Ограничения должны ударить по отдельным секторам российской экономики. Предыдущие санкции Запада касались отдельных лиц и компаний. В Страсбурге продолжается пленарная сессия Европейского парламента. Евродепутаты обсудят соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которую ратифицировал парламент Литвы. А также примут резолюцию по событиям в Украине, за которую будут голосовать 17 июля. Трехдневный саммит глав государств-участниц БРИКС продолжается в Бразилии. Россия, Индия, Китай, ЮАР и Бразилия обсуждают создание нового политического альянса в противовес США.